Очень часто при выращивании огурчиков даже на самом внешне здоровом и сильном кусте могут обильно формироваться пустоцветы. Из-за них урожайность сильно падает, а иногда и вообще пропадает полностью. Чтобы этого не случилось, кусту нужны свет, влага, тепло и правильные подкормки. Своевременно поливайте огурцы только теплой водой, чтобы растения не испытывали стресс и не теряли силу иммунитета. Обеспечьте огурцам хороший солнечный свет, но не допускайте буйного роста листьев и стеблей, чтобы не было затенения. Обрезайте, подвязывайте, но не допускайте тени. И никогда не допускайте перекосов питания. Если в почве будет слишком много азота, будет нарастать только зеленая масса, а цветение и плоды будут страдать. До цветения кормите огурцы азотными удобрениями, а уже во время вносите суперфосфат и калийные удобрения. Можно использовать древесную золу, она даст много фосфора и калия. Но что делать, если пустоцветы уже появились? Прежде всего прекращаем полив. Пока земля не подсохнет, листья не начнут вянуть. Затем поливаем обильно теплой водой, и женские цветки начнут завязываться. Углекислый газ тоже стимулирует появление женских цветков и завязей, поэтому можно разрыхлить почву и обложить куст навозом. Если прищепнуть верхушки куста правильно, боковые плети начнут расти интенсивнее, что увеличит урожай и уменьшит загущенность куста для создания оптимальных условий. А чтобы опыление женских цветков было более интенсивным, я рекомендую опрыскать растения смесью воды и меда. Это привлечет пчел, и опыляемость будет очень хорошей. Не допускайте появления пустоцветов, но если это случилось, теперь вы знаете, как с ними бороться.